Ребят, всем привет! Сегодня я собрал случайные игры, 8 игр абсолютно новых, ни в одну из этих игр я не играл, я их просто скачал с магазина. Вроде неплохие игры, они совсем разных жанров, но все довольно интересные, как я понял, поэтому поехали играть, садитесь поудобнее, ролик на 25-30 минут, поехали! Значит, что-то танчики какая-то, первая игра, я так посмотрел по картинкам, когда их скачивал, все игры очень красивые, соответственно, мне кажется, они, какие-то из них мне понравятся. Вот мне танки нравятся, на самом деле, всякие игры, вот такие мультяшные, мне кажется, эта игра мне понравится больше всех из 8 игр, которые сейчас я вам всем покажу. Так, меня зовут Андромалик, о, тут можно, всего 5 иконок, да, давайте в туалетную бумагу. Здесь с реальными игроками, я понял, играть. Ну, поначалу тренировочку пройдем, а дальше будем всех уничтожать. Так, управление, очень прикольная игра, плавненькая, посмотрите, как он едет, ух, пока что мне все нравится. Графика очень красивая, well done. Блин, да какая графика. Так, будем уничтожать, да? Вот так вот стрелять, ну, типа Brow Stars, похоже, да? Интерфейс как Brow Stars, на самом деле, то, что здоровье у них, похоже, похоже все. Так, сейчас проедет, наверное, поезд и пропустит нас, он бесконечно бы ехал, пока я этих не расстрелял бы, и я уверен, что так это все сделано. А, нет, еще надо стрелять. А, можно просто нажимать. И так, Brow Stars, и ближайшего врага атакует он. Это для ленивых людей, которые не хотят прицеливаться. Так, а это ультимейт, да? А, нет, надо, надо нажать и показать, куда. И вот туда. Оп! Это, короче, наверное, это либо ультимейт, либо просто способность моего танка, я не знаю. Но она быстро восстанавливается. Скорее всего, это все-таки способность. Все, тренировочку прошли, поехали играть. Игра мне очень нравится, так совпало, что первая игра офигенность, смотрите, какой-то вот скин. Так, что здесь выбирать? А, реальные игроки уже, смотрите, я так понял. Вместе держать флаг надо. Против нас вот играет кто, а это мы. Другие танки, кстати, у них. Вот у этого второго, а у этого, как у меня, там. Ну что ж, 3, 2, 1, поехали, будем тренироваться. Здесь здоровье, я вижу, он там можно найти. Интересно, здесь здоровье восстанавливается или вообще никакой восстанавливается? А что там за танк с какой-то коробкой приехал, мне интересно. А это ультимейт все-таки у меня, он, видите, не восстановился. Нам, короче, флаг надо удерживать. А, у нас флаг у того. Нам надо защищать его. Если честно, мне что-то кажется, что это боты. У них как-то пушка всегда поворачивается в мою сторону, когда они ездят. Так, а здоровье становится у меня сейчас? 794 у меня. Это что такое вокруг меня? Нет, у меня какая-то способность другая стала. Даже не знаю, какая. А, я внизу обратил внимание, там очки накапливаешь, пока держишь флаг. И там до 90 или до 100 шков. Мы додерпели и выиграли. Ну, вообще классная игра. Единственное, этот режим мне не очень нравится. Кто больше всего нанес урона? Я больше всего нанес, 26 тысяч, видите? А этот больше всего отремонтировал урона. Я так понимаю, как-то можно ремонтировать друг друга или что? Как это вообще работает? Помогать друг другу как-то? Блин, классная игра. Классная игра. Я бы в ней еще поиграл. Мне кажется, здесь, знаете, задушит донат дальше игру. То есть, может быть, игра офигенная, а с какого-то момента придется донатить жестко. Чтобы там новый танк открыть или проапгрейдить старый. И очень сложно будет играть. Но по ощущениям, вот, даже менюшка очень как Brawl Stars напоминает. Ну, тут отличается, конечно, но в целом понятно, откуда они брали вдохновение. Откуда они идеи свои брали. Вот, эмоцию новую открыл. Монетки открыл. Ну, здесь меню простенько сделано. В игре графика хорошая, а здесь как-то не хватает немножко. Ну, все то же самое, да, я вижу. Миссии какие-то. А, тут видите, можно еще что-то делать. Какие-то апгрейды на танки. Такого нет, Brawl Stars. Нам объясняют просто что-то. А здесь какие-то задания, да? Задания можно выполнять. В общем, прикольно. А давайте попробуем поиграть только другой режим. Где тут поменять вообще? Battle. А, здесь нет другого режима, что ли, пока что? Или что? Все время за флаг надо бороться. Да, походу только один режим. Возможно, потому что я только начал играть, я еще не умею играть. Из-за этого мне не разрешают больше ничего делать. Другие режимы. А, здесь до трех способностей можно. Видите, у этого два способности. Две способности уже. А у меня нету второй. Надо было купить, может, в магазине, я не разобрался. Но это мелочи, давайте поиграем. Игра красивая, реально. На телефоне вообще шикарно выглядит. На маленьком экране, я уверен. У меня просто iPad большой. Так и на большом и хорошо. Та-дам! Флаг взяли. Я хотел этого оставить. Здоровья. Шваки, куда вы едете? Куда они атакуют? А, тут можно в деревья заезжать. Я не знал это. Там здоровье искать можно. Мне кажется, или тут сложность какая-то легкая. В плане, у них как-то маленький урон по мне, а когда я стреляю, я нормально так наношу. Или у меня танк какой-то такой мощный. Понятно. А, да. У него способность аптечку кинуть. У меня кинул аптечку. Ну, мы победили. Ну, по ощущениям, что как-то... По мне, маленький урон идет. Меня трудно убить, а их легче. То ли мне так кажется. То ли у них какие-то танки слабые. Не знаю. Ну, я все-таки верю, что это реальные игроки или нет. Как вы думаете? Выключить сейчас интернет и посмотреть, сможем мы играть или нет. Но вообще игра прикольная, да. Единственное, тут пока что непонятно. Какие-то режимы есть другие. Потому что оно быстро надоест. Однообразие такое. Но игра хорошо сделана. Молодцы, сделали. Так что я могу рекомендовать эту... Эту игру. Как она называется-то? Pico Tanks. Tanks. Короче, ребята, качайте, играйте. Хорошая игра. Редкая что-то рекомендую, но эта игра классная. Офигенная. Дальше у нас три в ряд игра, но она сделана неплохо. То есть тут типа салон красоты, наверное, или парикмахерскую ты свою делаешь, обставляешь, когда уровни проходишь. В общем, вроде неплохая игра. Я увидел по иконкам просто. По картинкам. Картинки красивые. Давайте посмотрим за старочку. Это тоже новая игра. Она недавно вышла, как я понял. Ее в магазине рекламировали. И я ее скачал. Поехали. Вот. Мы начинаем с того, что... Я так понимаю, мы бизнес будем открывать парикмахерскую. Видите, назовем себя Буба. Музыка прикольная игра. Я бы это пропустил, все. Что тут читать? Здесь, наверное, русская версия есть, я думаю, все-таки в меню ставить. Но я... Так. Вот что мы можем сделать, смотрите. Мы можем сделать новую прическу, новую одежду какую-то купить, либо прибраться в комнате. Ну, давайте, я не знаю. А, это нельзя было выбрать. Или я выбрал все-таки? Убираем очки. Перестанем носить очки мы. Линзы, короче, будем носить, я так понимаю. Все. Первый уровень. Вот. И пошла игра, по сути. Проходишь эти три в ряд, и что-то происходит. Ну, прикольная идея. Раньше три в ряд были все одинаковые, неинтересные игры. Да? Не было смысла в них. Ты играешь, и все. А тут как бы ты что-то делаешь. Парикмахерскую будем открывать. Там ремонт делать. Закупать оборудование. Ну, и себе прическу. Я так понимаю, тоже. Одежду. По порядку. Вначале приведем себя в порядок. Потом переоденемся хорошо. А потом уже будем парикмахерскую, я так понимаю, открывать. Собственную там, то-се. Так. Ну, что. Причесон поменяем. Есть три вида причесона. Такой, такой. Ну, мне вот такой, наверное, нравится больше. Вот такой мне не нравится точно. Либо вот такой, либо такой. Может быть, еще цвет можно будет выбрать. Это романтически написано. А это длинный немножко. Не знаю. Мне вот это может нравиться. А что бы вы выбрали, ребят? Я вот такую прическу. Будете играть, другой выбирайте, если не нравится. Мне вот такая понравилась. Еще бы цвет поменять было вообще шикарно. А как тут крутить ее? Вот тут сделочки. Походу, нельзя пока что, да? Стилус не подключился. Стилус не подключился. А я стилусом отыграть. Сейчас я его поставлю. Все, стилус подключился. А что меняется-то? Нет, из-за прохождения дают. Так, ну вот это ужас. Я такое вообще никогда не люблю. Штанишки неплохие. Либо... Ну, мне кажется, штанишки, честно говоря. Мне что-то не нравится эта юбка. Можно крутить, да? Но она какая-то ужасная. По крайней мере, под верхний вот этот не идет. Давайте так. Буба. Она зовут Буба. Все, пошли. Второй уровень играть. Оп. Сейчас я буду стилусом все делать. Хорошая игра, ребят. Тоже рекомендую. Если любите три в ряд, по-моему, неплохо. По крайней мере, в начале интересно. Есть похожая игра. Тоже рекомендую. Там, где ремонт квартиры надо делать. Там тоже интересно сделана игра. Кому интересно такое. Есть еще игра. Ресторан, по-моему, открываешь свой. Там все делаешь. Тоже такое есть. О, сейчас хорошо сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, прошли. Бум-бум-бум. У нас еще... А, ходы бесконечные еще пока что. Вот они, ходы. Пока что можно бесконечно ходить. Начало игры. Здесь наше здоровье сверху. Ну, мы бесконечны на данный момент. Сколько попыток можно проходить. Уровень. А что, нам второй уровень дали еще сразу? Это тренировка. Тренирует нас сразу. Ну, приятная игра, честно говоря. Приятная. Музыка только. Вот знаете, чего не хватает? Какая-то музыка такая. Она надоедает немножко. Может быть, она на этом уровне только такая. Ну, ладно, посмотрим. Мейкап. Открыли мы украшение какое-то. Можно тут еще одежду. Ну, короче, такая игра, знаете, с контентом. Единственное, сколько уровней я без доната смогу пройти этот вопрос только. Так, оденем сразу ожилелье. Она, правда, не видно из-за того, что у тебя одежда вот эта вот все ужасно смотрится. Ее бы приодеть. Вот. Вот это сейчас мы ее нормально подберем. Так. Нет. Нет. Алло. Стилус, ты что? Ну, мне белый больше нравится. Не знаю, как вам. Мне белый больше нравится. Красный что-то не хочется. Так. Надо еще что-то приодеть. Не хватает тут что-то в стиле в этом. Так, нажимаем сюда. Окей. Сумочку еще выберем. И обувь. Вот. Ну, вот эти лучше всего смотрятся. Красный я даже смотреть не хочу. Хотя, красный, кстати, под белый. Блин, что здесь? Между красным и вот этим я выбираю. Нет, давайте все-таки вот это. Лучше смотрится. Ну, вообще, конечно, тут выбор скутненький всегда в таких играх. Но, я думаю, со временем что-то новое еще можно будет. А, вот можно менять. Можно это менять, если что-то не понравилось. Ну, давайте еще сумочку выберем. Так, первая сумочка какая у нас такая? Длинная. Вот это, мне кажется, лучше всего смотрится. Смотрите, это, ну, не очень, да? Не, ну, иногда, да. Ну, вот это точно не подходит. Выбираю, Любовь. Ну, это такая прикольная, ведь сумочка. Ну, она реально прикольная. Подходит ей просто. А черная, не знаю, она короткая очень. А, она даже, даже не черная. Она такая красноватая, как я вижу. Вот это. Вот эта сумка то, что надо. Красота. Красота. Ну, что, классная игра, ребята. Рекомендую, качайте. Офигенная игра. Первые две игры просто классные. Дальше, не знаю, может, еще что-то понравится. Но у меня по ощущениям все остальное ерунда полная. Ну, может быть, вот эта карта. Карта мне понравится. Ладно, Invisigun. Что-то за игра. Тоже случайно увидел в магазине реклама. Там была, типа, в эту неделю играют. Там на iPad есть такая, типа, такой раздел, во что играют на этой неделе больше всего. Ну, по сути, это реклама каких-то игр новых, я так понимаю. Дипад, наверное. Дипад, наверное, или джойстик? Или джойстик? Или вот так? Давайте так попробуем. Тут какая-то игра, наверное, аркадная. Можно джойстик подключить, написано было. Ну что, давайте смотреть, что за игра. Все игры бесплатные, если что, ребята. Так, давайте пропустим. Я бы хочу просто... О, музыка хорошая. Музыку я даже погромче сделаю. Музыка мне нравится. Блин, управление зря, наверное, такое сделал. Ой, какое управление ужасное. Нафига я такое сделал? Так, дайте, пожалуйста, управление. Вот, нажимаем джойстик. Наверное, джойстик надо ставить. Да. Это что за кнопка? Ну, это используют, наверное. Музыка неплохая. Я такую слушаю в машине часто. Похоже. Ну, повеселей немножко. Но в целом мне нравится. О чем игра? Без понятия. Она пошаговая или нет, не знаю. Ну, прыгать, по-моему, здесь нельзя. Только ходить-то. Одна кнопка на R10, а другая атака. Что-то такое. Что мне делать? Не понял, а что делать? Я свой персонаж не вижу. Это глюк был или что? Почему я невидимый был? Наверное, это фишка игры какая-то. И опять невидимый. А, подождите. Это его способность такая. Что мне делать? Странная игра. Не знаю, мне не нравится. И я не понимаю, что делать, как бы. Надо было уничтожить там что-то. Все, уровень пройден. Ну, такая, типа пазл какой-то. Типа головоломки будут. Я не понимаю, почему я невидимый. А, вот я перепрыгиваю, да. Перепрыгиваю. Прошел. Короче, это прыгать, а это атаковать. Ясно. Две кнопки здесь. Ну, не знаю. Что-то мне вообще понравилось. Только музыка понравилась. Я думал, что это повеселее просто. Не, не моя игра. Не могу рекомендовать ее. Дальше у нас солитер, карты. Ну, по-моему, тут три в ряд. Что-то такое. Что-то три в ряд надо делать. Проходить. Ну, давайте смотреть. Так, плей. Тут типа и карты, и три в ряд как-то сделаны. Я так понял. Или мне показалось. А, я в такое, похоже, играл. Когда от короля до двойки надо собирать. До двойки надо собирать все так. Ну, здесь вроде и три в ряд будет. Типа тут два варианта. Деймплея. Забираем монетки. Все отлично. Что дальше? Что дальше? Плей. Так. Восемь. Значит, мы что делаем? Туз? Или что? Пять. Туз, два, три. А, четыре сюда. Три, два, туз. Два. Туз. Я понял, понял. Геро 10. Валет, дама. Валет, дама, валет. Валет, дама, валет. Все, дальше ничего нет. Пять, значит. Пять, четыре, три. Двойки нету. Семь. Семь, шесть. Шесть, семь. Дама, король, туз. Король. Нам нужна восьмерка или десятка? Восьмерка. Теперь нам нужна десятка. Ну, как-то так. Ну, не знаю. Я думаю, это три в ряд, плюс карты какая-то тема. А тут просто карты подряд. Нет, я такой играл, мне не очень это нравится. Идем дальше, у нас аркейд-хоккей какой-то, 21. 2021 года уже вышла игра. У нас еще Новый год на носу, но тут уже 21 год. Воу, 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 полегче. Воу, 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 как. Так, три на три игра, да? Викинги какие-то тут есть, да? Хорошо. Я этим чуваком управляю. Так, это пас. Дали пас, дали пас. Сейчас забивать будем. Так, хорошо. А в чем фишка? А почему я не могу управлять? Ага. Воу, воу, воу. Вот это удар. Мы просто у воротаря выбили. Немножко стрёмная игра, конечно. Стрёмная игра, да. Интересно, тут мультиплеер с другими игроками будет, мы будем играть? Или только с компьютерами? Воу, 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 воу. Тут пока что слишком легко. Э-э-э. А он никогда не забьет, наверное, здесь так сделано, что нам не забить. Тренировка. Тут надо забрать просто шайбу. Так, что не так было, я не понял. Я ж вроде... Я вроде... А, время не закончилось. На победила. Ну, я не знаю, что про эту игру сказать. Кто любит хоккей, кому не нравится стандартный хоккей. Хотя сейчас, наверное, хоккей нормального и нету на телефонах. Качественного. Поэтому надо в такое-то доиграть, получается. У ротаря, короче, здоровье есть. Когда здоровья нет, он всё, он лежит, отдыхает. Как себе игра. На минуту в день можно зайти, поиграть. Кстати, мне интересно, сколько у вас игр в телефоне и сколько вы в них реально играете каждый день. Или вы всегда в одну играете? Вот мне интересно. Я всегда, когда я играл, я всегда в одну играл. Когда у меня на телефоне игры были. Сейчас на телефоне у меня ни одной игры нет. И это хорошо, потому что, ну, я не хочу тратить время на игры и на телефоне. Я лучше новости каким-нибудь почитаю, ещё что-нибудь. За это время пока буду вместо игры, так сказать. Так, ну что, будем бить? Э-э-э, где шайба, алло? В ротаря нет, давайте, забиваем. Хорошо, 46 секунд осталось. 2-0, мы введём. Квирли, а надо было нажать. Тапочек, когда упадёт шайба. А нам, интересно, гол хоть забьют шайбу, или? Шайбу, шайбу, шайбу. Ух, как, красота какая. О-е-е-е. Ну, она слишком лёгкая, но потом донат пойдёт, понятное дело. Оп, я забрал. Я выиграл вбрасывание. Только здесь нет правила, кстати, офсайда. То есть, мой напарник был уже у их, в их зоне, и я въезжал с шайбой позади. Или... Ну, так же нельзя, по-моему. Здесь такого правила просто нет. Вылетела шайба. Зрителей. Бум. Осталось один секунд. 4-0 мы ведём, всё как надо. Ну да, это офсайд. Тут такого правила просто нет. Нельзя, чтобы кто-то из твоей команды был в зоне, пока ты в неё въезжаешь. Вот ты должен первым въезжать. В футболе то же самое правило. А так, конечно, неинтересно просто играть бы, если бы такое правило здесь было бы. Его бы никто не соблюдал. Значит, следующая игра в фейерверки. Что-то про фейерверки мы строим, там город, какие-то фейерверки. Я по картинкам смотрел, когда скачивал. Но я ничего не понял, что здесь за игра. Так, это наш город. Едет машинка куда-то. Fireworks Land. Значит, маленькая парковка какая-то странная. Должна быть огромная парковка. Идёт человек, покупает билет. 6 долларов заплатил он. И он зашёл сюда. Сейчас будут тут фейерверки вечером, наверное. Ещё 20 центов сюда отдал. За что-то. И закинул фейерверк, походу, да? В трубу или что он там закинул. Да, пошли фейерверки. А что тут? Как тут играть? Не понимаю ничего. А, делать апгрейды. Здесь, по сути, кликер игра. Ну, короче, кто любит кликеры, здесь кликаешь, что-то покупаешь, апгрейдишь. И, по сути, ничего не происходит. Вот, вторая машина приехала. Второй клиент. И тут всё больше и больше людей будет, короче. Развиваем так. В наш парк фейерверков, так сказать. Ну, ничего интересного. Fale Breaks 2. Я в первую часть играл. Это где... Где надо на машине ездить, аккуратно там объезжать всех. Как-то я не помню. На большой скорости, по-моему, он летит. И у него нет тормозов, что-то такое. Или плохие тормоза у него. Очень сложно. Надо там всех объезжать. Какая-то такая... А, у него типа отказали. Тормоза, как в фильме Скорость. Ну, там не отказали тормоза. Там нельзя было тормозить. Иначе автобус бы взорвался. Но есть ещё какой-то фильм, где реально тормоза отказали. Дурацкий какой-то фильм, где тачка просто не может тормозить. Она всегда скорость держит. Там 100 миль в час или сколько. Ну, кстати, игра... Я вот в первую часть не помню, насколько она была хорошая, плохая. Но я играл минут 10-20. Мне там что-то не понравилось. Но здесь, знаете, здесь она плавная хотя бы. Я сломал машину, но здесь плавно идёт игра. Мне это понравилось. Я уже записываю это в плюс. Мне нравятся игры, которые идут очень плавно. Но мне не нравятся игры, которые суют мне рекламу сразу после первой смерти. Это бред. И ещё последняя игра. Это типа симулятор автомобилей каких-то. О, BMW X5 была. Подождите, а как назад поменять? Или они сами меняются? У меня X5 был. Алло. Походу нельзя менять, да? А, мы выбираем. Вот, вот, вот. Я хочу на X5. X5F15 или какой-то? Наверное, это он. Хотя нет, может быть, это... Я не разбираюсь. Может, это предыдущий? Я, с сожалению, не разбираюсь в этом. О, вот эта тачка прикольная. Это M4 или M2? Я тоже не разбираюсь. Ну, ладно, давайте на X5 поедем. Сразу рекламу дают. Ну, ладно, тут можно хоть пропустить. Поехали. Так, как тут? Это газ, это тормоз. Короче, надо экран. Эконом планшета поворачивать. Здесь нету поворота. На самом деле, легче было сделать. Знаете, как? Если нажимаешь, ты тормозишь. Всегда разгоняешься. И стрелочками влево-вправо. Такое управление поудобнее будет. Потому что здесь как бы очень сложно. Тут одна ошибка. Тут все. Начинаешь с нуля. Все. А я хочу хорошо это все сделать, пройти. Что-то скорость маленькая вообще. 146 X5 еле едет. Больше 146. Я не знаю, это километры или мили. Наверное, километры все-таки. Больше скорость не развивает тачка. Слишком медленная. Специально, чтобы новые тачки потом задонатали, за рекламу покупать. Что-то реально очень медленно тачило. Все. Нет, все. Это не игра. Это не игра. Снова реклама. В общем, такие вот были игры. Я на следующий выпуск с этих раннеров подготовил. Заценить. Первая игра будет у нас А4. Влад А4. Это его какая-то игра. Но это не он делал. Это кто-то просто прорекламировал, создал. Игру А4. Я не думаю, что она супер популярная и интересная. Но мы обязательно все посмотрим. Раннеры. И Джиман же еще новый. И вот так в Израиле тоже. Это, короче, ютубер. Очень американский, популярный. Может, вы тоже его смотрели. Ролики Райан. Он там что-то игрушки распаковывает. С ним тоже раннер вышел. Как Влад А4 выпустил и он. Короче, они как бы друг-друг копируют. Шучу, конечно, так совпало. Но вот они раннеры сделали. Потому что их легко делать раннеры. Я так понимаю, деньги можно хорошие заработать. Там рекламу дети будут смотреть. Или что-то покупать. В общем, выгодно. Как сабвисерферы в свое время. Очень популярная была игра. А сейчас в 2020 году сабвисерферы популярны. Но не настолько, как в 2019. В 2019 они, по-моему, самой поскачиваемой игрой раннером были. Сейчас, я не знаю. У них в этом году дела не очень хорошо идут. Ну, в общем, спасибо, что смотрели. С вами был Андромалик. Пишите, какие игры еще обязательно мне стоит поиграть. Скачать. Пишите по-английски название. Я обязательно что-нибудь скачаю и поиграю. До новых встреч. С вами был Андромалик. Всем хорошего настроения, здоровья и позитива. Пока. Субтитры подогнал «Симон»